Участок, предложенный под строительство жилого квартала в районе парка Победы, необходимо сделать частью паркового комплекса и уберечь от появления там новых высоток. Подобный проект был представлен на состоявшемся в среду архитектурно-художественном совете. Такую позицию высказал депутат законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Он напомнил, что ранее в нашем городе уже успешно предпринимались попытки по отщипыванию зеленой зоны под коммерческие нужды. И повторять их плохая практика, считает парламентарий. Мне кажется, что это одно из тех решений, которые, видимо, всплыли после губернаторства Овсяникова. Потому что в 2018 году, если я правильно понимаю, был утвержден проект планировки и проект межевания территорий, в соответствии с которым эта территория, этот земельный участок был предназначен для среднеэтажного жилого строительства. А позже, видимо, в 2019 году уже произошло заключение договора аренды с некоторой материковой компанией на выполнение этого проекта. И утверждение проекта планировки и заключение договора на аренду этой территории вызывают у депутата ряд вопросов. Я обратился в сторону прокуратуры и в сторону наших депутатов законодательного собрания с тем, мы подготовили коллективное обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку правомерности тех действий, которые были выполнены ДИЗО и Департаментом архитектуры в 2018-2019 году. Более того, вчера вечером коллеги из прокуратуры мне уже звонили, и все материалы, которые у меня есть, это материалы Архудсовета, были мной переданы. В целом Вячеслав Горелов называл сложившуюся ситуацию недопустимой. С его точки зрения город от таких решений лишь теряет ценные территории, получая взамен целый комплекс инфраструктурных проблем. Проблемы, которые связаны с необходимостью обеспечивать коммуникациями эти объекты, в том числе водоснабжением, что крайне дефицитно для города. Это связано с тем, что город должен обеспечивать обучение детей, которые там будут проживать, в этих комплексах, то есть в детских школах. Это вопросы, которые касаются медицинского обслуживания, то есть на город накатывается целая волна социальных проблем, взамен город не получает ничего. Примечательно, что вопрос о нынешнем статусе данного участка обсуждался на минувшей сессии законодательного собрания. Директора Департамента по имущественным и земельным отношениям Оксану Кузнецову попросили озвучить вид разрешенного использования участка. Сделать этого не смогла ни она, ни ее профильный заместитель. По летчикам 12 не готовы ответить. Если вы не против, профильный зам по земле существует. Если возможно ответ, в настоящий момент, я думаю, прокомментирую. Вид разрешенного использования уточним, дополнительно отвечу. Не готов сейчас сказать по виду разрешенного использования. Может быть, ваш зам ответит? Нет? Я сказал, зам, который... Ладно, спасибо. Вячеслав Горелов считает единственно верное решение в отношении данного участка присоединение его к Парку Победы с последующим благоустройством и озеленением.